Доброе утро. Доброе утро всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Доброе утро. Сейчас 8 часов 15 минут утра. У меня вот такая вот мазь. Псоридерм называется. Мазь от... Забыла, как болезнь называется. От псориаза. Мне её посоветовал доктор, когда я делала подкол в колено. Не под колено, а в колено. Он мне посоветовал такую мазь. Сказал, не бойтесь. Проверено. Работает 100%. Не вонючая, без запаха. Что ещё? Имеет гормональное свойство. Любая мазь от псориаза имеет гормональное свойство. Очень хорошо помогает утолению боли. И поэтому я, говорит, вам рекомендую. Мазь дорогая. Любая мазь от псориаза, она дорогая. Это я этой мазью пользовалась, когда я делала подкол в колено. Мне болело колено. Не колено, а сбоку колено. Вот здесь вот, как бы сбоку. И я после подкола купила этой мази и пользовалась. Вот. Сейчас я эту мазь достала с холодильника. У меня болит вот эта область под коленом. Сзади колено. Не сбоку вот здесь вот. Вот. Куда мне делали подкол. Или я не помню, куда мне делали подкол. Колено уже не помню. Честное слово, не помню. Но факт то, что у меня болит сзади. Сзади это, мне снимок тогда еще давно показал, киста Беккера. Кисту Беккера удалять нельзя. Только в редких случаях киста Беккера, она спасает от пересыхания коленной чашечки. И поэтому киста Беккера, жидкость попадает иногда в колено. И колене легче ходить. В общем, где-то так мне объяснял доктор. Не знаю, что у меня сейчас воспалилось, киста Беккера или что. Я вчера в универмаге, когда покупала носки, носки покупала, я по ряду ходила, и я что-то, наверное, неправильно поставила ногу. Ногу неправильно поставила. Раньше, когда ногу неправильно поставлю, мне как током пробивало. Мне щелкало что-то в ноге и пробивало током. Такая была боль. Аж дуб захватывало. А вчера я, наверное, ногу вот так вот по ряду идёшь, носки смотришь, и как бы ногу неправильно поставила, вроде как потянула. И вчера весь день у меня болело, вот здесь вот, где я растираю, под коленом, сзади. У меня есть мазь с сайта Алиэкспресс, китайская. Там нарисован скорпиончик. Баночку я покажу. Упаковочку я выбросила вчера. И выбросила вчера в мусор эту баночку. Но потом я её достала и всё равно положила на место в аптечку. Мазь у меня была та, просроченная. Она была до августа двадцать третьего года. Двадцать третьего года до августа. Я посчитала её негодной лишь после того, когда я намазала вот так вот за коленом. Она очень жирная. Она такая жирная, что рука намыливалась два раза хозяйственным мылом, жир не смывался. Потом я взяла моющие для посуды сорти, и только тогда смылся у меня этот жир от мази. Может быть, это свойство просроченной мази. Я не знаю. Короче говоря, я вчера намазала мазью этой с Алиэкспресс. Потом пошла, выбросила мазь. Потом помыла руки. Пришла и думаю, ну что делать, смывать ногу не буду. Я взяла пелёнку, перерезала ногу и, ну как бы, приготовилась ко сну. Как защипала у меня нога, как загорелась у меня нога. Я до двух часов не спала. Я намазала ногу в 12.00, ну не в 12.00, в 12.10, там в первом часу. А последний раз я на часы посмотрела в 2 часа ночи. Я, наверное, где-то уснула или заснула часа в 2 начала третьего. После того, как защипала моё колено, я эту мазь достала с мусорного пакета и опять положила в аптечку. Хоть эта мазь и просроченная, но она печёт 2 часа. Может, если бы она не была просроченная, она бы пекла и больше, но 2 часа. Только когда начало уходить вот это горение, я начала засынать или засыпать, по-вашему. Вот такая вот мазь. Здесь написано панреллер какой-то, пар, нет, пал, фи. Но если читать буквами немецкими, я изучала немецкий язык, написано пайн-ре-лиф. Больше здесь ничего не написано, тут вообще мизер, и что тут написано, не знаю. Сейчас я вам откручу, покажу её. Вот такая вот белая мазь, но она жирная невозможна. Два раза, фу, вонючая, фу, она каким-то змеиным ядом пахнет. Ну, я так думаю, это, наверное, скорпион нарисован. Может, яд скорпиона, что это? Короче, вот так. Сейчас я намазала псоридермом. Доктор сказал, после псоридерма никаких повязок, никаких утепляющих... Ну, не надо колено укутывать. На ночь я, конечно, колено у меня было укутано. Укутано было тепло двумя хлопчатобумажными пелёнками. Ночь я спала, но спала как бы... Вы знаете, когда нога замотана, как оно спится? При повороте чувствуешь эту намотку. Вроде бы под одеялом мало места тебе. А ещё и болит вот здесь вот под коленом. Короче говоря, вот так. Сейчас скажут опять о болезнях. Да, девочки, канал мой. И я буду говорить, о чём хочу. Я же не о блястве вам рассказываю. Я же не рассказываю вам, как у меня проходил половой акт. А я рассказываю о своём состоянии здоровья. Это моя жизнь. Жизнь, прежде всего, состоит из здоровья. Так что, мои дорогие, кому не надо, пролистывайте. И не надо мне писать опять о болячках. И не надо мне под этими комментариями ставить 33 лайка. Что если кто-то напишет опять о болячках, и вы поставите тому человеку 33 лайка. 33 лайка лучше отпишитесь от меня. И улетайте на другие просторы Ютуба. Так, что хочу ещё сказать. Вот на этой ноге, на правой, у меня была шпора. Шпору я убрала. Я убрала магнитом. Ой, кстати, надо было утром магнит приложить. Вот таким вот магнитом я убрала шпору. На такой магнит мы ходим в поликлинике. Вот розеточка. Я вам его показывала миллион раз. Он прикладывается к любому больному месту. Вот. Такой магнит. Он прикладывается к любому больному месту. Я вылечила им спору. Я прикладывала раз 20 магнит на ночь. А может и на утро, смотря как время, как вспоминаю, как не лень. И прикладывала обезболивающие пластыри. Клеила. Ходила с пластырями сутками. Здесь пятка закончилась. Вчера то ли неправильно ногу поставила, то ли так должно было быть. Заболела под коленом. Оно тянет. Оно так сзади тянет. Вот это сухожилие, которое вот здесь вот расположено. Это не передать словами. Такая адская боль. Сегодня хочу добраться до Победы. Там есть медтехника. Спросить, сколько стоит утепляющий, утепляющий надколенник. Мне надо именно утепляющий, потому что я колено закручиваю пеленками, тряпками, шарфами. И это для меня просто неудобство. И поэтому, и поэтому вот так. Все рассказала вам, показала, намазала псоридермом в медицинском центре доктор. Доктор, фамилия Мамчиц, гомельский доктор. Нет, Мамченко, Мамченко. Делал мне подкол и псоридермом убирал. И псоридермом посоветовал. Сама себе я мазала вот такой мазью. Может, кого интересует. Она у меня просроченная, но жжет, падла, два часа ровно. Ровно два часа жгла. Кстати, сейчас пошла мыть колено с мылом. Я думала, будет колено жирное. Куда делся этот жир отсюда, непонятно. Вчера руки помыла. Два раза хозяйственным мылом. Повторяю, второй раз. Не взяла мыло хозяйственное этот жир. Взяла только моющая для посуды. А колено нежирное. Но не могла же тряпка впитать, пеленка моя, этот жир, который находится здесь. Тряпка не может впитать. Значит, впитала кожа, наверное. Вот такой, девочки, у меня завтрак. Пшенная каша. Здесь очень много масла. А потом попью чай с творогом. Пока я буду есть пшеную кашу, я отварю себе еще одно яйцо вкрутую. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, девчонки. Остуживается яйцо. Остуживается яйцо под холодной водой. Да-да, вода у меня так льется. Воду я не экономлю. Остуживается яйцо. Здесь у меня чай с лимоном и творожок. Немножко подслощен творожок, немножко подслощен чай с лимоном. Записалась я сегодня к доктору Романенко на 18.30. Вот, четверг 14-го на 18.30. Сегодня лишь попросить у него на электрофорез или на что-нибудь, что током можно снять воспаление. На физлечение попрошу. И попрошу у него, чтобы он мне назначил что-нибудь. Не знаю я. Сильно болит, сильно тянет. Я хромаю. Вот. Ой, воду надо выключить уже. Так, вот такое у нас сегодня ослепительное небо. Голубое, ослепительное. Как на картинке. Ходят люди. Люди в шапочках, не в платках ходят. Температура воздуха за бортом у нас плюс 5, где-то примерно. Девочки, ну вот, я вам показалась. Надо показаться вам, я вам показалась. Что хочу вам сказать. Вчера я прочла один комментарий от своей. Я считаю, это хороший зритель мой, хороший подписчик. Вот. Она всё время мне пишет хорошие комментарии. Но почему-то вчера она мне написала комментарий. Он хороший, он неплохой. Просто она хотела, как бы, наверное, завести публику. И думала, что публика её поддержит. А она заговорила чужими словами. И потом, когда я ей ответила, ответила не грубо. Вот. Она взяла, удалила комментарий. А я хотела вам прочесть её комментарий, прочесть и обсудить. Но всё равно я этот комментарий обсужу. Зовут эту женщину Галина. Дальше я не буду называть её прозвище. Прозвище по-белорусскому это фамилия. Вот. Не буду называть. Поэтому Галин много на канале. Поэтому я хочу сказать, что это писала Галина. Галина мне пишет. Я вчера выпустила ролик. И утром я вот так вот сказала. Вот сейчас у меня настроение отличное. А утром я тоже так в том ролике сказала. У меня настроение отличное. Но. Пока я побыла в поликлинике. На Дрансервале. Потом я сходила, купила носки. Потом, когда я покупала носки, я ногу неправильно поставила. Мне что-то в ноге передёрнулось. И когда уже я купила шмотки в секонд-хенд, я вам показывала. Я обмолвилась такой фразой. Мне не смешно. У меня нет настроения. И это Галина мне пишет. Вот понимаете, она употребила фразу совсем другого человека, комментатора. Который мне писали раньше. Я вообще не понимаю, что такое я сама себе противоречу. Я такого не понимаю. Мне сейчас этот мужик не нравится. А сейчас, через пять минут, я в него буду влюблена. Так разве это противоречие? Ну вот я вам привела пример. Вот встретилась я с мужиком примерно. Идём с ним по советской. Он такой некрасивый, такой гадкий, такой сморкается, кархается. А через пять минут я в него влюбилась. Так что? Это противоречие? И такого разве не бывает? Такое бывает. Это психика человека. И она написала, что вот утром вы сказали, что у вас нет настроения. И тут же вы сказали, нет, утром вы сказали, что у вас нет настроения, есть настроение, и тут же вы сказали, что у вас нет настроения, вы сами себе противоречите. То есть, это Галина не поняла, она не знает, как снимается ролик. Объясняю, именно для Галины, которая это писала. Да, я ей ответила, потом хотела ей написать, а, я ей ответила, что, а что, у вас такого не бывает, что сейчас есть настроение, а через два часа оно исчезает. Это любого и каждого может коснуться. Вот вы сейчас меня смотрите, у вас есть настроение, вы мой ролик посмотрите, выйдите на кухню, у вас сразу настроение испортилось. Всё, вам хочется плакать, у вас тоска, у вас там что-то ещё. Вот, и поэтому, что я хочу сказать, я ей ответила, что у вас этого не бывает. Вы хотели казаться умной, вы хотели завести публику. Я вам публику завести не дам. И я думаю, что если она мне что-то ответит, я возьму, удалю просто её комментарий. Однако, я думала ей сегодня озвучить, зачитать её, но она вчера удалила этот комментарий сама. Этого комментария нет. Ну, или, может, я не нашла, может, он куда-то ушёл, этот комментарий. Короче, комментария её нет. Я что хочу сказать? Я хочу именно для Галины рассказать, раз ей не нравятся мои противоречия, то я хочу рассказать, как вчера снимался ролик и как снимаются ролики ежедневно. Утром я поднимаюсь в постели в майке и в трусах. Сразу беру телефон, подхожу к окну, показываю вам небо, двор, перехожу на кухню, показываю градусник. Потом вас выключаю. Потом себе делаю кашки-малашки, включаю, показываю, что я ем кашки-малашки. Себя не показываю. Потом вот так вот я накрашусь, намажусь, потом я себя вот так вот включаю, поболтаю с вами и куда-нибудь ушла. Я вас опять выключаю. То есть период. Утром вы меня не видите. Утром вы меня видите. Потом я вас вырубаю. И потом я вас только включаю во второй половине дня, когда я пришла с поликлиники, с лечения, с магазина, показываю вам покупки. Это вторая часть. И поэтому, как может быть, ей непонятно, утром есть настроение и тут же нету настроения. Ролик снимается весь день. У меня ролик снимается весь день. Вот я вам сейчас сняла колено. Я вам сейчас сняла этот разговор. Сейчас я вырубаюсь и иду по своим делам. Прихожу часа в четыре, в пять, дорабатываю. У меня уже не будет настроения. И всё. Да, девочки, вот так выводят меня комментарии. Комментарии меня выводят от непонимания, почему так поступают люди. Я знаю, сейчас многие напишут, отключайте комментарии. Да, чем я очень много блокирую людей. Я очень много блокирую людей. У меня идёт отписка. Мне, наверное, надо просто идти разблокировать всех. А их у меня будет очень много. И отключить комментарии, чтобы люди не писали. А я сняла, выложила, сняла, выложила. Вот так у меня в розетку включен магнит. Вот так у меня лежит он под ногой. Чтобы проверить, рабочий он или нет. Рабочий. Вот это индикатор, которым я проверяю. Так что сижу под напряжением 220 вольт. Вольт. Вот. Вчера меня один астролог, на которого я подписана, таролог, так предупреждал Овнов, что у вас случится очень что-то такое судьбоносное. Возле вас крутится дьявол. Вам не надо это никому рассказывать. Если вы расскажете, ничего не получится. Так что вот ещё выпала карта дьявола. Не дай бог не рассказывайте, а то у вас не получится. Вот. У вас должно получиться. И вы, в общем, уже в мае определитесь. И у вас жизнь пойдёт хорошо. У вас жизнь будет в своём русле. Но я всё равно решила вам рассказать. А чтобы вам доказать, что этот человек существует, я сегодня вечером ему позвоню и сниму немножко разговора с ним. Так что вечером будет продолжение ролика. А сейчас расскажу. Вчера мне позвонил один мужчина. Он сказал, что... Я вкратце рассказываю. Он сказал, что ему дали... Мой номер телефона дала его одноклассница. Сказала, вот, у тебя уже годовщина смерти жены подходит к концу. Вот есть женщина объявления. Звони ей. Он вчера звонит мне и говорит, вас не удивило, что я вас Светой назвал? Я говорю, я же ведь имя теперь пишу в газетах. Он говорит, молодец. Вспомнили вот так вот как-то. Я говорю, где вы нашли газету старую? Он говорит, мне дала моя одноклассница ваш номер телефона. Короче говоря, у этого деда жена умерла 6 апреля. И я сразу... Он мне как сказал, 6 апреля год. Я говорю, а вы не выдержали год? Вы не выдержали традиции? Он говорит, нет, я всё выдержал. Мне очень нравится, что вы сразу об этом заговорили. Я не собирался раньше ни с кем встречаться. Я вот 6 апреля сделаю стол, помяну жену. И тогда уже мы с вами увидимся. Начался разговор. Короче говоря, он живёт в центре города Гомеля. Не буду говорить, где я. У него трёхкомнатная квартира. Трёхкомнатная квартира ему осталась от жены. А жене досталась родительская трёхкомнатная квартира. У жены детей нет. Детей нет у жены. Жена бездетная. С женой он прожил только 20 последних лет. Они познакомились с ней в 50 лет. У него дети есть, две дочери. Но они очень настроены против него, потому что жена настроила против отца своих дочерей. И поэтому дочери с ним не общаются. Но узнав, что у папы умерла жена, дочь начала подсылать своего сына. Я, говорит, своему внуку один раз долларами помог, а второй раз он пришёл. Я ему сказал, извини, внучок, у меня своя жизнь, свои дела, всё такое. Короче говоря, живёт он в трёхкомнатной квартире. Он, говорит, суд присудил мне эту квартиру. Вот, теперь я хочу встретить женщину. Жена моя порядочная, и я порядочный. И я хочу для жизни женщину. У меня вот трёхкомнатная квартира. У меня за год всё приходит в упадок. А я возьми, да перебиваю его. Я говорю, какой, к чёрту, упадок? Это же не частный сектор. Я говорю, квартира там вечно чистая. Да нет, у меня уже вот какой-то тюль ржавый. Вот, за год у него тюль уже ржавый. Ладно, поговорили немножко. Короче говоря, отчего жена умерла, не знаю. Жена была его ровесница. Ему сейчас 72 года. Жене тоже было на то время 71 год. Сам он по гороскопу Водолей. День рождения у него 31 января. Я так свободно про нём рассказываю, потому что у него интернета нет. Он и слышать про интернет не хочет. И телефон у него кнопочный. И смски он отключил. И ничего он не читает. И по телевизору у него идёт только 8 программ. Машина у него Вольво. Вольво, правительственная Вольво. Её пригнали из Швейцарии или из Швеции пригоняли. Вольво, там номер он сказал. У меня там записан на кухне номер. Короче говоря, у него капитальный гараж. Гараж приватизированный. Гараж кирпичный. Гараж тоже в центре города. Где-то там за теплосетями. Живёт он тоже в центре города. У него был сильный стресс после смерти жены. Это я вам вспоминаю, что вчера было при разговоре. И что сегодня не смешиваю всё вместе. Сильный стресс был. С этим сильным стрессом он попал в радиационный центр. Там пролежал. Сейчас ему надо сдать очень много анализов. И поэтому вот есть у него в планах. У него где-то есть кто-то где-то. Он хочет сейчас вот весна техосмотра пройти. Вот всё сделать с машиной. И ему надо съездить в Брест. И ему надо съездить в Могилёв. И ему надо съездить в Россию. Меня, конечно, это вчерашний разговор взбодрил. Он говорит, но мне нужен попутчик. Я один в машине ехать не хочу. Моим попутчиком всегда была жена. Моим пилотом. Я думаю, Света, что у нас с тобой всё уладится. Ну а для меня это единственное. Мне вчера загорелось. Думаю, в Россию ехать. Да на машине. Даже рулём. Пейзаж. Снимай. Не хочу ролики. Думаю, я же люблю кататься в машине. Потом думаю, Брест. Потом Могилёв. Думаю, одни сплошные поездки. Это то, что мне надо. Но это было вчерашнее мнение. Вчера мы с ним распрощались. Он говорит, я надеюсь, вы женщина серьёзная. Я, говорит, не собираюсь. Ой, сейчас отключиться надо мне. Я не собираюсь больше искать. Вот мне одноклассница дала ваш номер телефона. Я хочу остановиться на вас. Я вижу, вы по разговору бескорыстная, хорошая женщина. Мы несколько раз возвращались к разговору, что он говорит, как только умерла жена, объявились у жены племянники. И все, говорит, попёрли на эту квартиру. Но, говорит, был суд. И суд мне, как мужу, ну, как сказать, присвоил эту квартиру. Так что, говорит, это уже моё право. Если я сойду с женщиной, то квартира будет её. Говорит, только мне надо узнать, чтобы женщина была порядочная, без корыстных целей. Вот, серьёзная. У меня же жена была серьёзная, порядочная. Она работала на Коминтерне, жена. Вот. Ну, вот это я вам всё рассказала, что было со вчерашнего и сегодняшнего разговора. Сегодня я ему позвонила сама. Я говорю, с вашего разрешения я вам звоню. Он говорит, очень хорошо, Светочка. Я ждал вчера вечером, что вы позвоните. Но вы вчера вечером не позвонили. Вот. Сегодня он идёт там оплачивать антенну там какую-то, что-то ещё оплачивать. Вот. Сказал, что идёт в Мандарин-Плазу. Ну, значит, если идёт в Мандарин-Плазу, значит, он где-то там и живёт. Ну, это центр города. А вот. Что ещё сегодня было в разговоре? Не знаю. Я так спросила, что вы завтракали, что вы кушаете. Он говорит, надо вот. Он ещё, оказывается, ухаживает за родителями жены. Хотя эта жена не родная. Они с ней сошлись 50 лет и прожили в росписи 20 лет. Ровно там 20-21 год. И вот она умерла. Чего она умерла, не знаю. Короче говоря, он ещё ухаживает за родителями жены, в чьей квартире он живёт. И он говорит, у меня столько много на кладбищах работы. Мне, говорит, я уже и заказала, и оплачена, и плитка, и всё. Я, говорит, хочу родителям жены. Они похоронены в Росовцах, где и мой батька. Говорит, уложить всё плиточкой и, говорит, поставить им памятники. И, говорит, мне вот же у жены скоро будет годовщина. Тоже хочу, говорит, уложить плиточкой и поставить памятник. Ну, вот такой вот дед. Имя называть не буду, ничего называть не буду. И сегодня я подумала, зачем мне. Что-то разговаривали про интернет. Он говорит, мы с женой, когда проводили это волокно, мы с женой сказали, нам интернета не надо. И нам, говорит, который проводил, он перекусил проводок. Вообще-то, говорит, если мне когда-то и понадобился бы интернет, я бы вызвал проводок, у меня проведён. Просто он плоскогубцами перекушен. Так вот, он сказал. Вот, девять программ по телевизору идёт. Короче, он мечтает встретить женщину для совместной жизни, хозяйку. Всё для жизни есть и гараж, и машина, и квартира. Мне одному три комнаты не надо. Я хотела ему сказать, так возьми, поменяй, продай три комнаты, купи себе хотя бы две, а часть денег забери себе да положи. Ну, так же с первого знакомства не будешь указана. Я вам рассказываю это всё почему, потому что хочется поделиться. Хоть Таролог вчера и несколько раз, она сказала, не рассказывайте, а иначе не сбудется. Я как-то и не пытаюсь, чтобы у меня сбылось что-то с этим дедом. Этот дед всю жизнь проработал водителем, всю жизнь. Он, говорит, на любом транспорте, на пассажирском, на АБ, там, начал мне перечислять. Он был в Донецке 13 лет, он работал или в Донецке, или на Донбассе. Не врубилась я вчера. Короче, вот так вот я вам выложила подноготную этого деда, 72 года. Сам он водолей, 31 января, день рождения, вот. Ну, не знаю, девочки, не хочу, потому что этот дед очень забитый, он старообрядский, он такой старомодный. А я хочу Шухернова. Я как-то ему сказала, я говорю, вам надо ходить в парк прогуливаться, чтобы отвлечься. Он говорит, ну, я тут рядышком, со мной сквер есть, я хожу, гуляю. Это придешь к этому деду, будешь варить только манные кашки ради того, чтобы кататься на его машине. Но он четко сказал, мне надо съездить в Россию, мне надо съездить в Брест и мне надо съездить в Могилев. То есть, и он говорит, и мне нужен пилот, как-то он сказал, пилот или помощник. И им у меня всегда была жена. То есть, девочки, я бы уже накаталась в Досталь и в Брест, и в Россию. Это же для меня, это кайф, девочки, это кайф ехать в Россию, пусть даже полдня, день, за рулем. Я не писать, не какать не захочу, и кушать не захочу, и водички пить не захочу. И у меня ничего не поднимется, ни давление, ни под коленом заболеть. Но чего-то сегодня, вот я ему сама позвонила второй раз, вчера он мне позвонил. Вот, а сегодня я ему позвонила второй раз, и что-то у меня все опало. Вот вы сейчас скажете опять, мне не нужен никто, вот, и я и такая, и сякая. Девочки, я даже не клюнула, вот, трехкомнатная квартира, ну, допустим, будем мы с ним жить. Ну, допустим, он скажет расписаться, потому что он говорит, я хочу семью. Я, говорит, хочу именно, чтобы у нас была семья, как-то он сказал, официальная, вот так вот он сказал. Ну, допустим, скажет он расписаться, ну, распишусь я с ним. Это мне надо сидеть дома, а я люблю в день два раза выйти по секонду походить. Секонды сейчас есть везде, на каждом углу. Как он это воспримет? Как он это будет воспринимать, что я каждую неделю в секонде покупаю тряпку, а свою предыдущую тряпку выношу на мусор? Как этот человек отреагирует? Как этот человек отреагирует, что я хочу, допустим, ну, там три комнаты, слава богу, я могу себе занять спальню и хочу сказать, что... А, кстати, насчет секса, ладно, и хочу сказать, что я хочу в спальне спать отдельно. Я думаю, что этот дед будет не против. Насчет секса я ему привела пример, как мужики звонят по объявлению и сразу говорят про секс, а он и говорит, Света, я уже человек в возрасте. И говорит, о сексе я разговора не веду. Девочки, это еще плюс, то, что мне надо. Секса с дедом не будет. Секса с дедом не будет, да? Будет то, что мне нравится машина, разъезды. Даже если бы я сказала, давай съездим в Минск. Если он собирается в Россию ездить и в Брест, то в Минск съездить, это ему через дорогу переехать, да? Даже если бы я сказала, поехали в Минск к Наталье, а там я бы Югум посетила и ЦУМ. Но я не могу себя приносить в жертву такому человеку, который вот такой из старых взглядов. Ну вот, ну не знаю, что-то мне сегодня отгорело. И, короче говоря, мне Тарось вчера так предупреждали, не рассказывайте, возле вас ходит дьявол, и вас это все выпытывает. Не рассказывайте, у вас не сбудется. Ну вот я сделала эксперимент, вам рассказала. Что за ее коломонет? Мне стало, когда с вами разговаривать, мне стало пересыхать во рту. Короче говоря, мой Степанович, имя называть не буду. Не знаю я, что мне с ним делать, девочки. До 6 апреля он встретиться даже и не хочет. Он сказал, даже и не думайте, но мне, говорит, он мне несколько раз повторял, мне, говорит, понравилось, что вы, говорит, сразу так сказали, что я не выдержал год, да я, говорит, выдержу год. Я, говорит, год сходил с ума. Мне, говорит, так было плохо. Ну, в общем, как-то вот так вам рассказала. Короче говоря, дед вроде бы как 50% строит планы на меня. Я как бы глаз положила, вот этот вот глаз левый, да, на всего лишь, не на квартиру. Я как представлю, как он сказал, вот уже ржавые шторы. Что там за ржавые шторы? Он говорит, не скажите. Вот год прошел, а я вот шторы смотрю, уже ржавые шторы. То есть, одному надо матрас ворочать 69 лет, постель менять. А второе, в трёхкомнатной квартире. Представьте, я свои два окна, я мою раз в год комнату и кухню. А там трёхкомнатная квартира. На кухне окно раз, в спальне окно два, а в другой спальне окно три, в зале четыре. А ещё, если есть балкон, то ещё и балконная. Да вы что, я повалюсь там. Я повалюсь там в трёхкомнатной квартире. И не надо мне их квартиры. Пусть они их оставляют себе. Мне нужна только машина и общение с человеком. Но он же так не согласится. Он, понимаете, он боится её племянников, потому что он говорит, они так стали на меня наезжать после смерти моей жены. И говорит, они готовы меня были утопить в ложке воды. Они, говорит, меня так штурмовали, что дошло дело до суда, и суд присудил квартиру мне. Девочки, мне даже не надо его квартира. Мне только надо его машина, и он как водитель. И всё. Я хочу вести разгульный образ жизни. Я не нагулялась. Я сидела в запертии. Я всю жизнь растила детей двоих. Потом кое-как худо-бедная помогала внукам. То привозили мне, то я Рому смотрела. То есть у меня не было свободы. Я не могла крылышки расправить. А сейчас, когда я хочу расправить свои крылышки, мне попадается дед, который из старого взгляда, у которого интернета дома нет. Восемь программ, но они мне и не надо. Которому уже шторы ржавые надо постирать. Три комнаты. Да блин, я у себя полы протираю раз в два месяца. У меня светлый ламинат. У меня он белый ламинат. Вы же видите. Вот белый. На нём пыли не видно. Он не белый, он серый. Этот ламинат, когда мы брали, нам посоветовал в магазине консультант. Он говорит, возьмите вот этот. Он Енгель. Егель была форма. Было две хороших фирмы, вернее. Енгель или Егель. Енгель и Таркет. Но он говорит, возьмите вот этот. На нём пыли не будет видно вообще. И он такой рыжий-серый. И на нём пыли нет. Так я свой пол протираю раз в два месяца. Я протираю. Я вчера пылесосила. Но я влажную уборку делаю раз в два месяца. На полу, да? Вот. Я тут одна. Но мало ли что. Пыль, пыль она везде. По телевизору он вытираю каждый день пыль. Потому что это объект внимания. Вот. А там три комнаты. Это что мне прийти к деду? И три комнаты генералить каждый раз? Ради того, что он мою жопу провезёт с собой в Россию. В Брест, в Могилёв. В общем, он сказал ему за лето надо объездить три места. А куда именно в Россию, я не знаю. И почему не знаю. Но он мне повторил дважды. Это он мне сказал сегодня. А вчера он мне сказал, мы с женой в Россию. Короче, он мне как-то про машину сказал. Что он говорит, у меня есть автомобиль. Я говорю, ой, сейчас так дорого содержать его. Он говорит, вы знаете что, у меня жена была такая умничка. Вот, говорит, соберётся на рынок ехать. И говорит, не надо мне твоя машина. Давай мы поездим автобусом. А то, говорит, думай, где припарковать. Да волнуйся, как потом выехать. И, короче, вот он мне сказал, мы с женой ездили на Россию. В Россию пускай. А то вы сейчас поправите меня. И он мне дважды сказал это. То есть, то, что мне надо, была поездка на машине. Фигли-мигли. Фоточки. Дорога. Съёмочки. Вот это вот, понимаете, контентики. Я бы получила это. Но жить я с ним, девочки, не хочу. Нет, я хочу с ним дружить. Если деду надо, я приду, ему шторы постираю. Если деду надо, я с ним полежу. Я даже полежу. Но я жить не хочу, девочки. Там меня многие осуждают. Недавно я заблокировала одну женщину. Вот буквально недавно она пришла и пишет мне. Да кому ты нужна? Ты по жизни потраханная уже. Девочки, так все бабы потраханные. А вы живёте сейчас с мужьями. И по вас сейчас мужики ползают. Так что? Так я потраханная, а вы нет. Короче, заблокировала я ту женщину. Вот. Или девушка, кто она там. Короче говоря, вот так. Жить я с мужиком не хочу. Но я хочу ему просто помогать. И хочу пользоваться его автомобилем. Даже не надо мне ехать в Минск. Но если бы он не ехал в Россию, он бы мне взял с собой. Девочки, это Россия. Понимаете? Это... Ну, я не знаю. Ну, люблю я такое. Ну, вот убейте меня. Расстреляйте. Может, кто-то меня не понимает. Многие пишут, никто вам не нужен. Нет, девочки, вы ошибаетесь. Мне нужен мужик, который будет гулять. Как и я хочу гулять. Которому неважно, сделаю я ему, голубцы, или нет. А мы купим пачку Роллтона, зальём кипяточком, покушаем. И мы с ним пойдём гулять. И не надо мне стоять париться у плиты. Мне главное погулять. Походить по парку, где угодно. По природе, по лесу. Но чтоб только был транспорт. Если мы поедем в лес, потому что я в лес могу зайти со своими ногами. А с леса я уже не выйду. Я уже не выйду с леса. То есть мне надо, чтобы рядом была машина. Так что, девочки, не знаю, что вы сейчас напишете. Я вам раскрылась. Я вам, кстати, вот такие вот всегда раскрываюсь. Перед вами рассказываю. Я сразу он мне позвонил. Я говорю, где вы нашли такую старую газету? Он говорит, мне моя одноклассница, мы с ней общаемся. Она мне дала ваш номер телефона. Погодите. Девочки, ну завтра же выходит моё объявление новое. Может быть, кто-то ещё гомельский клюнет. Может быть, Таролок, она предполагала, что вот это будет знакомство завтра. Послезавтра гомельский кто-то, и не надо будет рассказывать. Но если, конечно, кто-то уже будет по новой газете, то я уже вам не буду рассказывать, потому что Таролок так вчера уже предупреждала. Карту вынимает. Ну вот, видите, дьявол. Дьявол крутится. Он хочет, чтобы вы всем рассказали. Вы, говорит, не рассказывайте ничего о ваших планах. Не рассказывайте. Потом ещё карту вынимает. Вот ещё, говорит, дьявол. Он, говорит, предполагает вас. У вас, если вы расскажете, у вас ничего не получится. А так апрель вы принимите правильное решение, а в мае уже вы определитесь. То есть, как и дед говорит, что после 6 апреля я, говорит, сделаю стол там, её подруги придут, всё. И, говорит, уже потом мы с вами увидимся. Не знаю, кто понял меня, тот понял. Наболтала я вам на 20 минут. Всё, девочки, гудбай. Пошла я. Продолжение следует.